Друзья мои, прекрасен наш союз, Он, как душа, неразделим и вечен, Не колебим, свободен и беспечен, Срастался он под сенью дружных мус, Куда бы нас не бросило судьбина и счастье, Куда бы не повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам, царское село. Александр Сергеевич Пушкин Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в нашей стране ежегодно 19 октября, Обязан своим появлением учебному заведению, Которое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября по старому стилю 1811 года, Открылся императорский царский лицей, В котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора Николай и Михаил. Однако эти планы не осуществились. Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высшего ранга. В учебные заведения принимали подростков один раз в три года, а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Царский лицей. Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные россияне, самым известным навсегда остался его первый выпуск. Дата открытия лицея 19 октября впоследствии стала отмечаться выпускниками как день лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый лицейский обед. В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошел в 1990-х годах, когда в систему отечественного образования вновь вернулось понятие лицей. Добрый день, дорогие слушатели! Добро пожаловать на наш лицейский подкаст, а точнее на его первый выпуск. И мы очень рады представить вам нашего гостя Татьяну Константиновну, нашего учителя русского и литературы в лицее при СГУ. Здравствуйте, Татьяна Константиновна! Наш сегодняшний выпуск посвящен одному из самых известных русских поэтов и прозаиков, Александру Сергеевичу Пушкину. Великий поэт известен по всему миру и даже переведен на огромное количество языков. Есть ли у вас какие-то слова, которые вы бы хотели сказать конкретно Александру Сергеевичу, которые не подошли бы ни одному другому человеку, ни который не жил, ни сейчас живет, не будет жить? Так, но Александр Сергеевич – это самый трудный поэт для понимания. У него вот эта доступность, она только внешняя. И поэтому многие вот так скользят по поверхности его стихов и соскользят в пустоту. Они не понимают того, что приближаясь по настоящим к стихам Александра Сергеевича Пушкина, можно стать счастливым человеком. Я вот тут все время вспоминаю Фазилия Искандера, который говорил о том, что солнечные стихи Александра Сергеевича, они утеплили российский клиник. И там же Фазилия Искандера говорил о том, что стихи Пушкина – это средство от простуды, а творчество Пушкина – это средство от депрессии. И если читать стихи Пушкина, то это будет способствовать долголетию, как обвести воздух. Поэтому дышите стихи, а не нужно. Хорошо. Следующий вопрос. Почти вот все, кто сталкивался, ну как я помню, буквально в каждой биографии, то есть Пушкин уже проходит не только в девятом или там в десятом классе, его и раньше, по-моему, даже с первого класса. И нам всегда говорили, что у него были довольно сложные отношения с отцом и матерью, то есть мать там на балах была, особо ему не уделяла внимания. А повлияло ли это как-то на его творчество, на его, может быть, какие-то отголоски в каких-то произведениях? Так, ну вот здесь внутри два вопроса. Про творчество и про детство. И одно вытекает из другого, разумеется. Я вот бы начала вот так по очереди. Ну, понятное дело, что детство невероятно значило для формирования личности каждого ребенка, особенно творческой личности. И вот тут, наверное, надо сказать, что у Пушкина это было необыкновенно. Нам просто известен факт, что в девять лет он покинул отчий дом для того, чтобы учиться в Церковьевском лицее. А потом, когда он в своем творчестве возвращался к началу своих, так сказать, лет, это начало было связано только с лицей. Ну, нет стихов, посвященных маме, папе, сестренке, брату. И поэтому вот это стало, наверное, основанием для рождения определенных мифов. Дело в том, что у Алексея Сергеевича было детство золотое. И золотым оно было потому, что у папы и у мамы, у которых, что не сказалось, 18 век, они женились полюблением. Ну, да. А значит, вот у них было согласие. Они были оба умными, начитленными, они были остроумными. К ним постоянно приходили гости. И в этих пушкинских гостиных говорили об искусстве, о политике, об истории. У них была потрясающая библиотека. И папа пристрастил своих детей к чтению книг. И, по всей вероятности, это отложил невероятный отпечаток на Александра Сергеевича, который с шести лет начал писать стихи. Папа называл маму добрым гением. Он сам был таким вспыльщимым человеком. А мама была очень сдержанная. И это помогло, потому что она потеряла много детей. Вы сами понимаете, что конец 18-го, начало 19-го века, младенцы умирали. Люкушка это был последний сын, младенец, который не умер. И поэтому она как Орли Центрлёнка относится. А Саша был очень непонятным для неё мальчиком. Он был полноватый, был весь в себе. А мама хотела, чтобы он двигался, чтобы он как на ужину больше гулял. Она не знала, что с ним было. Она приходила в отчаянии. Но все мы родим из детства. Если понимать, что у маленького Пушкина было золотое детство, тогда мы понимаем, откуда солнечный свет, который пронизывает в себе его творчество. А вот, допустим, если бы у него было немного другое детство, он бы, как думаете, остался бы поэтом, ну, только у него бы поменялась тематика, допустим, его произведений, или бы наш свет бы никогда не увидел Александра Сергеевича? Поменялась бы тематика все еще. Ну, вот, допустим, если бы у него было не такое радостное и счастливое детство... Я думаю, да, потому что тут приходит Лермонтов. И мы понимаем, что у Лермонтова всё был одни потери, и там солнце никакого не было. Ну, то есть, как поэт Пушкин бы всё равно был. Я думаю, что вот всем родом из детства, и вот это солнце, оно идёт из детства. Хорошо. Я вот недавно посмотрела выпуск от одних учёных из высшей школы экономики, которые... от одних лингвистов, и они сказали, что Пушкин – это поэт, который чувствует время. Согласились бы вы с этим или нет? Ну, с этим очень трудно, не согласитесь. Наверное, чувствую, потому что он многом предупреждаю. Но, с другой стороны, время – это ведь не река, шум потока, который можно услышать, правда? Но, тем не менее, он создавал такие образы, которые помогают нам с вами понимать, куда мы идём, и самое главное, к чему мы можем прийти. Вот мы с вами недавно работали с мирным садом. И даже писали такую работу, вот «Петербург Пушкина – это слава или предупреждение». По большому счёту, Пушкин как-то легко и просто сказал. Ну да, конечно, Пётр, его Петербург – это движение к цивилизации. Но нужна ли нам такая цивилизация, если для этого надо перешеркнуть через такого маленького человека, как Евгений, и разрушить его судьбу? И Пушкин сказал. Ну вот моя встреча с Пушкин, наверное, была связана, насколько я помню, ну вот сначала Лукоморье, а потом я увидела на афише нашего драмтеатра, я увидела выиску, что будет Евгений Онегин. Я спросила у мамы, можно ли мне прочитать. Он такая, ну да, конечно, прочитаю, ничего такого. И вот, ну, я вообще не знала, как подступиться к этому произведению, потому что мне это в то время, мне это казалось каким-то взрослым, вот таким чем-то великим и могущественным даже, наверное. Есть ли у вас пожелания для ребят, вот с каким настроем нужно входить в это произведение, как его читать, то есть какие предупреждения, может, стоит отбросить и шагнуть в мир Евгения Онегина? Ну, во-первых, «Капитанскую бочку» я очень люблю. Это, да, Евгений Онегин я тоже люблю. Два потрясающих романа. Но «Капитанская бочка», она вот именно для восемеклассников. Сто страниц. Самый маленький роман в русской литературе. И когда ребятенок идет в этот роман, он должен задаться, наверное, главным вопросом. Ну вот почему главным героем этого произведения является все-таки не Пугачев, которого безумно полюбила Марина Светаева, вот приеме Пугачевой Пушкин, Пушкинского Пугачева. Почему даже не Кренев, который так понятен, например, а почему Маша Милонова, главная героиня? Вот если ты поймешь это, тогда Пушкин тебя счастливит. Ты поймешь, как надо идти по этой жизни. Ну и Евгений Онегин. Это удивительно. Он настолько прекрасен, потому что он каждому, умеющему читать, дает надежду, как выберется из тупиковой ситуации и остаться человеком. Поэтому, ну да, те дети, которые еще не прочитали эти произведения, просто такие счастливые. И придет, и предстоит открыть это удивительное мир. Ну да, согласна. Потому что вот Евгения Онегина я сама открыла, а к «Капитанской дочке» мы с вами пришли. Это мне тоже очень понравилось. Я говорю, неужели это Пушкин? Пушкин больше известен как поэт, чем прозаик, наверное. Ну то есть все-таки Евгений Онегин. И вот я недавно начала за собой замечать, что я прихожу домой, и у меня начинается вот поток, как будто бы я с рифмой говорю. Странно, что я не записываю. Мне иногда очень хочется. Вот было ли у вас такое, что, может быть, Пушкин вдохновил вас саму писать? Неважно, может быть, это проза, может быть, поэзия. Ну, Пушкин говорил так. Вдохновение — это труд и преодоление. И если сказать из такого определения вдохновения, тогда он, конечно, вдохновляет. То есть вот этот ежедневный поход к детям, которые в последние времена мало читают, это действительно преодоление. он вдохновляет. И вдохновляет вот даже, наверное, на то, что мы называем «пишу». «Пишу, как пишу». Я пишу не стихи, разумеется, я пишу уроки. Какие-то сценарии, какие-то, может быть, песни я делаю. Ну, если честно, я пишу уроки практически всю свою жизнь. И мои самые старшие выпускники, которым сейчас по 45 лет, это взрослые люди, у них семьи, у них дети, которые закончили даже 11 класс, и мы с ними общаемся в чате достаточно плотно так. И они мне постоянно говорят, «Татьяна, кстати, а вы помните, говорили?» И я думаю, «Боже мой, они помнят то, что я говорила, как строчку стихотворения. Значит, я тоже пишу, как и помню». Ну, наверное, это очень важно, да, для преподавателя, что дети вот спустя столько лет помнят, ну, помнят вот ваши уроки, то, что вы говорили, то, что вы говорили о Пушкине. Ну, вот меня это, конечно, поражает, потому что я, конечно, каждый раз говорю разное. Все зависит от того, с какими детьми тебя сталкивают всегда. Но дети что-то помнят. На самом деле, я вот общаюсь со своими бывшими одноклассниками, с ребятами, с ребятами из дополнительных занятий, и я очень часто слышала, что Пушкин очень скучный. Как думаете, вот с чем это связано? Ой, это так все просто. Это связано, ну, с отсутствием обыкновенного навыка чтения и понимания сложных текстов. Нынешние дети, они готовы получать только информацию. Они именно с этим и подходят к художественным произведениям. А художественное произведение – это мысли и чувства, это не информация. И, соответственно, они не могут вот через то, уверенность сцепления смыслом, прорваться к тому, что хотел сказать автор. Вот, есть такой литерапровед Бак, у него есть интересная статья, которая называется «Восемь поэтических строк фета, которые изменят ваш мозг». А Пушкину не надо писать восемь строк. Вот даже четыре слова. Унылая пара, вот он еще запрашивает. «О чьей чарование?» Сразу думающий читатель, он начинается, почему? В чем причина? А потом самое потрясающее – «О чьей чарование?» А с чего приходит это очарование души? От того, что зеленый лист стал красным или желтым? Почему душа так отзывается на это странное осеннее преображение? И мы понимаем, что Пушкин бывает скучно только для тех, кто, как я уже сказала, скользит по поверхности. А может ли это как-то быть связано с тем, что Пушкина из года в год проходишь, и из-за этого он каким-то… Ну, ведь проходит ни одного и того же Пушкина. Ну, да, но все же. То есть это все равно там, допустим, один стиль написания примерно. То есть это не связано. Каждый раз… То есть к Евгению Онегину можно приступить только тогда, когда ребенок побывал в «Капитанской дочке». То есть есть определенные ступеньки лестницы, которые помогают осваивать тот или иной материал. Потому что вот эти сцепления смыслов, они… Ну, я представляю, что Евгений Онегин совершенно подъемный в восьмом классе. Ну, совершенно подъемный. А вот в девятом классе – да. Хотя я бы Евгений Онегин и десятилетий, наверное, обещала. Поэтому я думаю, что это возможность каждый раз встречаться с новым Пушкиным. Он абсолютно неповторимый. В каждом своем произведении. Ну, это… Это моё мнение. Пушкин, как и многие наши слушатели, учился в лицее. Только программа там была совершенно другой, чем у нас. И если бы у вас была возможность, вот хотели бы вы вместе с ним поучиться? Ну, я бы с ним не смогла учиться, потому что цирковосельский лицей – это лицей был для мальчиков. Ну, вдруг вот такая вот бы возможность. И я так думаю, что для того, чтобы дружить с Пушкиным, надо было быть по мужчине. Потому что его друг Пущина был очень стержен и сосредоточен. Я в детстве такой не была. Я была такой же импульсивной, как и многие. И, оказывается, я бы смогла дружить сейчас, когда я выросла. То есть для того, чтобы дружить вот с этим Пушкиным, мне надо было подрасти очень серьезно. То есть наблюдать за его развитием как бы со стороны и потом с ним познакомиться уже. Да, это совершенно не камень. И последний наш вопрос, так как наш выпуск посвящен Дню лицеиста, что бы вы хотели пожелать дать какое-то, может быть, напутствие нашим лицеистам не только по отношению к Александру Сергеевичу Пушкину, но и вообще ко всей литературе. Ну, тогда два пожелания, наверное. Вот надо прикасаться к творчеству Пушкина, потому что Пушкин осветляет все, чем прикасается, его пирог. И второе, наверное, самое главное пожелание, нужно всегда идти по лестнице вверх, куда бы она ни вела. Спасибо вам большое. На этом наш выпуск заканчивается. Спасибо большое всем, кто его прослушал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова